Волгограде стартовали торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Утром 8 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны, участники специальной военной операции, делегаты из других стран, руководители силовых ведомств, представители общественных организаций и юно-армейцы почтили память погибших защитников Отечества минуты молчания. Цветы и венки возложили к братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших в боях за Сталинград. В этом году запланирована обширная программа празднования Дня Победы. Помимо традиционного парада, жители и гости города-героя ждут различные патриотические акции, спектакли и выставки в учреждениях культуры, авто- и велопробеги, бессмертный полк в онлайн-формате. Завершится День Победы артиллерийским салютом. Все мероприятия были составлены и продуманы в соответствии с действующим на территории региона режимом повышенной готовности. Как сообщает телеканал «Волгоград-1» со ссылкой на городскую администрацию, 9 мая в связи с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе-герои будет действовать особая схема движения. Так, пешеходный режим ведут на площади павших борцов, а также с 21.30 до 22.30 на участке в границах улиц Крылова и 7-й Гвардейской. При этом улица Советская и Чуйкова, проспект Ленина и нулевая продольная будут доступны для автомобилей. На особый график перейдёт и общественный транспорт. Автобусы, троллейбусы и скоростной трамвай будут разводить волгоградцев по домам до поздней ночи с минимальными интервалами между рейсами. Схема движения на некоторых участках изменится. Также останавливаться на Мамаевом кургане будет нельзя с 6 утра до 11 ночи. С подробными изменениями можно ознакомиться на сайте администрации Волгограда. 2024-й неслучайно объявлен годом лейтенантской прозы. В этом году в стране отмечается столетие целой плеяды прославленных писателей и поэтов-фронтовиков, в чьи совсем еще юные судьбы безжалостно вмешалась война. Простые и честные строки их произведений стали отражением тех лет для многих поколений читателей. Батальоны просят огня, горячий снег, а зори здесь тихие, проклятые убиты. Вот лишь краткий перечень книг, которые читают взрослые дети и по сей день. Действительно, это произведения очевидцев тех событий. И они очень трогают, они очень правдивые. И когда читают их дети, а детей не обманешь, и дети проникаются этими событиями, этими произведениями, этими строками о войне, душевными, трогательными, лиричными. В общем, эту поэзию, эту прозу надо читать. Читать, чтобы знать правду о войне. В честь юбилея сразу пяти писателей-фронтовиков в Волгоградской областной библиотеке имени Горького состоялась торжественная церемония спецгашения марок, посвященных литераторам. Виктор Астафьев, Владимир Богомолов, Борис Васильев, Юлия Друнина и, безусловно, Юрий Бондарев оставили глубокий слег в советской и российской литературе. Прервав доклад жестом руки, узнавая его, этого мрачно-сероглазого, с запекшимися губами, обострившимися наискудалом лице носом лейтенанта, с отруванными пуговицами на шинели, в бурых пятнах снарядной смазки, на полах, с облетевшей эмалью кубиков в петлицах, покрытых следой иния, Бессонов проговорил. Не надо доклада, все понимаю. Вас видел на станции, помню фамилию командира батареи, а вашу забыл. Командир первого взвода лейтенант Кузнецов. Эти строки из романа Юрия Бондарева «Горячий снег» посвящены эпизоду Сталинградской битвы, когда успех всего контрнаступления зависел от исхода ожесточенного сражения советских артиллеристов против фашистских танков. Иллюстрация к этому произведению представлена в том числе и на марке, наряду с портретом Юрия Бондарева. Общий тираж выпущенных марок составил 90 тысяч экземпляров, а штемпели специального гашения были изготовлены для Волгограда, Москвы, Белгорода, Воронежа, Красноярска, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Смоленска. Марки, погашенные особым штемпелем первого дня, приобретают особую коллекционную ценность. Ксения Колоскова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». Русские и украинцы, белорусы и поляки, татары и узбеки – представители малых коренных народностей. Все они, причем к плечу, сражались в самых кровопролитных битвах Великой Отечественной войны. Делили солдатский паёк и табак, горести и радости, тяжесть боёв и короткие минуты отдыха на привале. Именно их совместными усилиями была спасена Родина и в первую очередь в сражении на Волжских берегах. Это было изначально так, когда на берегах Волжской твердыни представители самых различных национальностей Советского Союза, нам доподлинно известно, более 100 представителей народов и народностей, проживающих на территории Советского Союза, от русских до самых малочисленных коренных народов приняли участие в защите Сталинграда. И именно здесь они объединились в один большой, несокрушимый советский народ. Памяти боевого содружества народов Советского Союза посвящена открывшейся в музее-заповеднике «Сталинградская битва» выставка «Победа одна на всех». Она действительно была одна, и экспонаты выставки – свидетели тех страшных лет и всенародного торжества Великой Победы. Сотрудники музея бережно собрали личные вещи участников Сталинградской битвы, представителей многих народов и народностей Советского Союза. Ярким примером такой дружбы, ну, конечно, знаменитый дом Павлова, там войны 10 национальностей, но у нас был кавалерийский корпус, 3-й гвардейский кавалерийский корпус, командовал которым, собственно говоря, Исаплиев, осетин. А у него заместителем был поляк Иосиф Дембицкий, а замполитом был еврей Давид Добрушин. И вот такая кавалерия очень мощно и дружно сражалась здесь, в Сталинграде. В Сталинградской битве доблестно сражался артиллерист, красноармеец Гавриил Протодьяконов, якут по национальности. Его умелые действия и храбрость не раз отмечались командованием. После войны в дар Сталинграду была передана земля с его малой родины, в специальном сосуде, из которого по якутской традиции угощают самых дорогих гостей. Правительственных наград была удостоена еще одна участница Сталинградской битвы. Механик-водитель танка Т-60, украинка Екатерина Петлюк. На выставке можно увидеть ее китель и вообразить, какой хрупкой была женщина мехвод боевой машины. Особый трепет вызывает шинель комбрига Хасана Харазия, уроженца Абхазии, простреленная в области правой лопатки. Удивительная мемориальная вещь – шинель. Мы ее показали специально спиной, не передом. Почему? Потому что именно в декабре 1942 года, в открытом бою на Аксае он получает ранение. Вот эту дырочку в спину осколком. Но главной жемчужной выставки стал портрет командующего 62-й армии Василия Чуйкова, уроженца села Серебряные пруды Тульской губернии. Образ легендарного маршала передал на холсте художник студии имени Грекова Илья Лукомский, побывавший в Сталинграде во время уличных боев. Увидеть уникальные экспонаты в Алкограции и гости города смогут до 18 августа. Ксения Колоскова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». В преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники Главного управления МВД России по Волгоградской области продолжают поздравлять ветеранов. На этот раз сотрудники ведомства приехали в Котельниковский район и навестили Николая Ананьевича Небыкова. Он попал на фронт в 1941 году в 18-летнем возрасте и дошёл до Румынии. Принимал участие в Сталинградской битве и сражении на Курской дуге. После окончания войны поступил на службу в органы внутренних дел Котельниковского района и отдал этому делу 34 года. От имени начальника главка МВД генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Вельмошко ветерана поздравили с Великой Победой и вручили памятный подарок. Поздравлением присоединились сотрудники районного отдела МВД и кадеты, которые учатся в классе имени подполковника милиции Николая Ананьевича Небыкова. В 2023 году в нашем регионе значительно выросли объёмы финансирования страховой медицины. Об этом журналистам телеканала «Волгоград-1» сообщили в пресс-службе областного парламента. Доходы регионального территориального фонда обязательного медицинского страхования увеличились на 7,7%. Расходы на 6,1%. В прошлом году объём финансового поступления в фонд составил 38 млрд 526 млн рублей. Расходы же составили 38 млрд 530 млн. За прошедшую неделю цены на бензин в регионе повысились. Об этом журналистам телеканала «Волгоград-1» сообщили в пресс-службе «Волгоград-Стата». 92-й и 95-й подорожали на 8 копеек. Теперь их стоимость составляет 51,52 и 57,26 рублей соответственно. Цена за литр 98-го бензина превысила отметку в 67 рублей. Стоимость дизельного топлива составляет 62,30 рублей. В Волгоградской области состоится горячая линия на тему детских лагерей. Об этом журналистам телеканала «Волгоград-1» сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Горячая линия пройдёт с 13 по 24 мая. Жители региона смогут получить рекомендации, касающиеся выбора детского лагеря. Также специалисты ответят на вопросы по сбору ребёнка. Центр – это наша планета добра. Любит и ценит его детвора. Воспитанников Центра и их родителей, его выпускников, педагогов и ветеранов собрал большой праздничный концерт, состоявшийся в гостеприимных стенах Дворца культуры «Текстильщик». Много людей пришло сюда, чтобы поздравить Дюц с 30-летием. А вырос юбиляр из другого учреждения, история которого началась почти 90 лет назад. Детско-юношеский центр берёт свою историю из далёкого 1936 года. Является преемником Дома пионеров. И сегодня это комфортабельное, красивейшее здание, основанное в 1994 году, построено по инициативе нашего тогда председателя комитета по образованию подхватили на Владимира Сергеевича. Именно он тогда привёз этот проект и, соответственно, построили такой замечательный, чудесный детский дом творчества, как детско-юношеский центр, который на сегодняшний день является определённой такой корпорацией детства, который очень много вмещает в себя людей, на сегодняшний день охватывает 4,5 тысячи детей по разным направленностям, в точности по пяти направлениям работы детско-юношеский центр. В детско-юношеском центре действуют кружки и объединения художественного, технического, спортивно-оздоровительного, туристско-краеведческого и социально-гуманитарного направлений. Здесь каждый может найти себе занятие по душе. Яркие выступления воспитанников хореографических и вокальных ансамблей «Дюкса» украсили торжество. Мамочка, мамочка, с днём рождения, самая-самая, ты красивая моя, младшебный, каждый день я говорю, мамочка, мамочка, я тебя люблю-люблю. Данью уважения пионерскому прошлому Дюкса стали не только красные галстуки. Пионерский сюрприз подготовила театральная студия «Я актёр», а также руководитель учреждения «Юбиляра». Ещё в Доме пионеров авиамодельный кружок вёл Геннадий Шуляков, ставший первым директором нового детско-юношеского центра. Те, кто когда-то работал в Доме пионеров, стоял у истоков создания современного центра, и те, кто трудится в нём сейчас. Слов благодарности удостоились все, кто в разные годы внесли неоценимый вклад в становление, развитие и процветание учреждения. 30 лет, красивая дата, уже есть определённый опыт, сложились свои традиции, но впереди ещё много открытий, много новых идей. Тепло поздравив учреждение с юбилеем, заместитель председателя городского комитета по образованию Дмитрий Чернай вручил почётные грамоты работникам центра, педагогам, методистам, сотрудникам, отдавшим ДЮЦу более 10 лет. Сегодня штат учреждения насчитывает 74 человека, из которых 30 – это педагоги. Развивая таланты у детей и способствуя их профессиональному самоопределению, они также успешно реализуют себя в различных сферах деятельности. При этом каждый педагог славен своими учениками. Ежегодно центра выпускает более 100 ребят, которые затем прославляют не только родной город, но и регион, и даже страну. Настоящим сюрпризом оказалось выступление на концерте выпускников ДЮЦа разных лет. ДЮЦ Очень рады мы тому, что ДЮЦ для всех является такой хорошей площадкой, плотной, которая многим дала дорогу в жизнь, в карьерном росте. Много кому дала каких-то новых творческих свершений, открыть себя и показать в разных регионах нашей страны, в России в целом, и в принципе далеко за её пределами. Поэтому ДЮЦ помнят, ДЮЦ любят. Все, кто ДЮЦ помнят и любят, продолжают идти вместе с ним дорогами детства. На этом увлекательном маршруте красочную шумную остановку под названием «30-летний юбилей» наполнили самые тёплые поздравления и пожелания безграничного счастья. ПЕСНЯ Александр Маяков, Евгений Кочаков, Камышин ТВ Прогноз погоды представляет сеть магазинов «Волгоградский пуховый платок» и компания «700 шин». Шины «Максис» – ваш бескомпромиссный выбор. В Волгоградском пуховом платке летняя коллекция из льна и хлопка. Волгоград. Рабочекрестьянская 9 и Советская 17. Волжский. ТРК «Волгому». У меня есть всё для продолжения пути. Каждый день. Шины «Максис». Сегодня ночью и завтра днём по области Волгограде малооблачно, без осадков. Ветер с северо-западный до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 2 до плюс 7. Днём от плюс 12 до плюс 14 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова